Я верю включу. Всем привет, доброго всем дня. Мы начинаем наш прямой эфир с нашей супер новинкой, с новыми акригелями. Акригель фестиваль с четырьмя новыми просто бомбическими цветами, яркими, летними, классными. Очень ждали мы эти цвета, сделала такую выкраску, посмотрите какой классный шиммер внутри, просто сияет, переливается. Четыре новые цвета и сегодня будем с вами выполнять моделирование на одном ноготочке при помощи этого нового материала. Акригель у нас также в тубах представлен, в четырех оттенках. Тубы по 30 мл, они уже доступны в продаже, на Эми Шоп можно их приобрести. Также у представителей по регионам этот материал уже есть. Стоимость акригеля 1600 рублей. Я не только вот буквально час назад проводила эфир ВКонтакте, как раз таки материалом этим работала. Вот они цвета на пальчиках, на руках, ну если поменять в порядке очередности, вот таким образом выглядят. И у меня как раз остался еще один свободный ноготок для того, чтобы поработать и с точки зрения технологии мы с вами смогли разобраться, как материалом работать, как сушить, как им пользоваться, какие у него преимущества. И соответственно ответить на все ваши вопросы, которые будут возникать у вас в процессе. Все здравствуйте, все кто присоединился, я вас приветствую. Ноготок у меня готов. Пальчик большой, не всегда удобно на нем моделировать, но я думаю, что мы справимся. Убираю длину свободного края немного. Давай выкрасочку нашу подвинем. Чрезмерную длину убираю. Выравниваю боковые параллели. Слегка подкругляю углы для постановки формы. Вот таким образом. По поверхности я уже проходила. Поверхность у нас готова к моделированию. Немножечко пилочка для натуральных ногтей. Пройдем. Далее ногтевую пластину обезжириваем. Работаем мы с акригелем по гелевой технологии. Да, эта технология у нас трехфазная. Она предполагает нанесение базы, скульптуры и, конечно же, финишного покрытия. Ногтевую пластину обезжирила. Далее наношу ультрабонд тонким слоем, без нахлестов и попаданий на кожу. По ногтевой пластине. Ультрабонд подсушиваем на воздухе. Пока ультрабонд сохнет, готовим базу. В качестве базового покрытия использую супербонд. Супербонд гель. Если у ваших клиентов ногтевая пластина влажная, можно использовать бейс гель. То есть смотрите по показаниям. То, что вашим клиентам больше подходит. Супербонд наношу на поверхность ногтевой пластины тонким слоем. Можно это делать втирающими движениями по всей поверхности. Достаточно широкая у нас ногтевая пластина. Поэтому 5-6 движений здесь у нас занимает. Нанесли на поверхность и подсушиваем в лампе. Пока ноготок у нас просыхает, я подготовлю форму для моделирования. Моделировать мы можем как на формах клеящихся, на формах одноразовых. Также можно использовать и верхние формы. Очень комфортный материал и для моделирования на верхних формах. В том числе получаются классные витражные ноготки. Можно делать витражек и от кутикулы сразу. Можно использовать этот материал только для формирования свободного края. Например, в техниках выкладного френча. Такой универсальный, уже готовый материал, имеющий в своем составе и пигмент, и шиммер. Такой красивый. Форму готовлю. Сегодня у нас витраж будет полностью на всей ногтевой пластины. Начинаться от кутикулы. Я думаю, что обязательно еще проведем эфиры, в которых сделаем выкладные френчи. Потому что действительно суперкрасивые оттенки, классные цвета. И поработать в технике выкладного френча тоже было бы им очень интересно. Скручиваю форму в поперечном изгибе. Красавь пальчик. Завожу под ноготок. Изгиб повторяю, чтобы плотно прилегала форма с внутренней стороны. Склеиваю нижние боковые части. Выполняю зауживание формы. Заужаю ее. Подклеиваю снизу. Ноготок широкий у нас, еще раз повторюсь. Поэтому заужение я выполняю от ногтевых вростов и к свободному краю. Акригель дает нам преимущество. Дает возможность, когда не очень удобно ставить форму, и по боковым сторонам остаются зазоры, можно будет подтянуть прямо на кожу. После полимеризации он с кожи у нас отходит. Так, ну что, какой фестиваль ПИНК очень мне нравится. Я думаю, что им мы сейчас поработаем. Работать можно как апельсиновой палочкой, так и кистью. Здесь для вашего удобства. Как вам удобно больше. Материал достаточно такой, я бы сказала, что он плотный. Он не жесткий в виде, пока что не сполимеризовался, но более густой и более плотный, чем акригели просто камуфляжные. Я беру достаточно большое количество материала. Это такой большой у меня получился шарик. Сразу выгружаю его на ноготок. И сразу буду выстраивать и архитектуру, и удлинение с одной капли, чтобы не тратить время потом на подложку, чтобы не тратить время потом на просушку этой подложки, на выкладку скульптуры по поверхности. Сразу полностью начинаю выкладывать от кутикулы. Очень классно он распределяется. Легкими движениями апельсиновой палочки растягивается по поверхности. Классный материал. Вообще комфортнейший в работе. Я просто от него в восторге. Для быстрого моделирования это просто, наверное, самое волшебное, что только можно было придумать. Хорошо просыхает. И сразу вытягиваю удлинение на подложке, нужное мне. Все это делаю апельсиновой палочкой. Выравниваю. Боковые параллели вытягиваю. Там, где у меня форма не подходила к вросту ногтевому, я эту часть заполняю, прям смело заполняю ее акригелем. Гелем длину. И здесь с этой стороны так же поступим. Подтягиваем. То есть фактически у нас ноготок уже полностью готов. Можно сделать выкладку сразу, например, на 4, 4 плюс 1. На 4 пальчиках, потом отдельно на большом. Сначала сделать выкладку, потом все вместе посушить. Материал не плывет, не течет. То есть такое очень классное, быстрое моделирование. Продольный изгиб. Длину и сушим. Подсушиваем. Время полимеризации 2 минуты. При необходимости, пока акригель у нас горячий еще, его можно поджать. Можно поджать пальчиками тыльной стороной, можно поджать при помощи пинцета. Здесь для вашего удобства смотрите, как вам комфортнее. По консистенции цвета все одинаковые. По плотности тоже они все абсолютно одинаковые. Различаются они только добавкой вот цветного пигмента внутри. С внутренней стороны тоже можно посмотреть. 30 секунд. Давай еще подсушим. Сейчас буду подсушивать 60 секунд и немножечко подожму при помощи пинцета. Сделаю поджатие, чтобы ноготок был более узким. Цвета у нас здесь представлены новые, яркие, розовый, белый, фиолетовый и зеленый. Подсушили? Давай. После просушки в течение 60 секунд я упираюсь в ногтевые вросты и немножечко его поджимаю. Поджала, зафиксировала. Пока акригель остывает, он принимает форму, ту, которая мне нужна. Очень быстро, да? Быстрая выкладка, просушка и сразу можно будет опиливать. Давай досушим еще 30 секунд. Акригель уже доступен. Доступен на имя шоп. Вы можете посмотреть этот материал. Там же его приобрести. Ссылочку прикрепим в комментариях, прикрепим ссылку. И у представителей по городам также можно с этим материалом уже познакомиться. Для пила я буду использовать 100 на 180 единиц пилочку для искусственных ногтей. Акригель пилится, я бы не сказала, что он жестко пилится, сам по себе материал, достаточно твердый. Видите, хорошо просыхает, не остается следа на подложке. Материал твердый и пил у него будет на поверхности, на столе. Он не летит в воздух. Я сейчас работаю без маски. И можно будет видеть, что он не взлетает у нас, а прямо седает на перчатке. Сразу у меня садится, это видно. Конечно, в работе это очень удобно. Такое классное преимущество. Выравниваю боковые параллели. Придаю форму свободному краю. Сейчас разверну пальчик, посмотрю, чтобы у нас не уходило в сторону. По торцу прохожу. Открывается у меня толщина торца. и буквально по торцу выравниваю поверхность свободного края. Работаю без давления пилочкой по поверхности, по всей поверхности. Акригель нужно будет хорошо зашлифовать. Обращаю ваше внимание на шлифовку. В составе есть шиммер, поэтому на этапе шлифовки обратите внимание на то, чтобы у вас поверхность была гладкая и абсолютно ровная. Так как при опиле, конечно, шиммер он в опил попадает. В любом случае, как и любого другого материала с шиммером. В зоне кутикулы очень аккуратно прохожу, даже полностью не дохожу пилочкой до кутикулы, просто убираю блеск. Все остальное мы с вами доработаем шлифовщиком. На мой взгляд, это просто суперскоростное моделирование с классным таким витражным эффектом. То есть, если раньше для того, чтобы сделать витраж, нужно было долго делать какую-то подложку, протягивать, вкладывать декорации вовнутрь, то здесь просто с одной капли в рост ногтевой тоже подчищаю. Здесь с одной капли мы сразу получаем полностью всю архитектуру, выстраиваем и получаем классные витражные ногти. Материал жесткий, материал хорошо, очень хорошо держит арку, не разжимается для моделирования арочного, для пайпа, для стилитовидных ногтей, даже для конкурсных. Вообще просто супер. Выполнили опил и можно приступать к шлифовке. Шлифуем. При работе с этим материалом мне очень понравилось еще шлифовку выполнять аппаратом, то есть шлифовщиком карбидокремниевым. Получается вообще гладкая поверхность, классная. Сейчас покажу. Можно пройти сразу при необходимости и по кутикуле, по заднему валику, также при необходимости боковые валики подшлифовать и пройтись по поверхности. Здесь же сразу от пилочки у нас остается все-таки грани, а именно при работе шлифовщиком по поверхности он абсолютно становится абсолютно гладким. Прям идеально, идеально ровным. ничего не торчит, не выпирает, сразу ноготок готов уже к финишному покрытию. Убираем аппил, оттягиваю валик, еще вот здесь, так как я докладывала в зоне вроста, хочу боковую параллель сделать ровной, чистой, без зазоров, то есть вот эти моменты контролируем. Ну вот, если видно, я сейчас разверну, материал просто вот, ну просто идеально лег, несмотря на то, что форма у нас не доходила до вроста. и здесь аналогичным образом. Вот такое быстрое моделирование можно получить при помощи нового Акрегеля Фестиваль. Обезжириваем, видим красивый блеск, мерцающий. Сразу повторюсь, что мы сейчас выполняли моделирование на вот этих трех пальчиках. Я сразу устанавливала форму и выкладывала так же аналогичным образом, как мы на большом пальчике поступили. Выкладывала скульптуру сразу на всех трех пальцах вместе с подложкой и все сразу три сушили. Можно это делать полностью. Взяли кисть, четыре формы поставили, выложили сразу на четырех, все четыре посушили. Очень быстро получается, прям такое преимущество скоростное. Вообще этот материал дает, конечно, супер классное. Все, наш ноготок готов к покрытию. Можно при желании сделать поверхностный дизайн, покрыть вельветом, я покрываю ультрашайном, для того, чтобы сейчас мы получили красивый глянцевый блеск, можно было, видно это и под искусственным освещением, под естественным освещением на улице при попадании солнечных лучей, он просто горит, сияют эти блестки внутри. Шиммер обалденно красивый. И покрываем. Ультрашайн я использую. Покрываем ультрашайном для полного высыхания, две минутки нам необходимо. с одной стороны, с другой протягиваем. Также при желании можете добавить капельку, выровнять по поверхности, если есть в этом какая-то необходимость. Кутикули. Здесь под кутикулой немножечко подтяну. Подтянем и просушим. Если у вас есть какие-то вопросы, можете в комментариях их задавать. Сейчас просушим и я покажу полностью конечный результат. Вот такие цвета. Одинаковые по плотности, одинаковые по консистенции. Различаются они цветным пигментом. На мой взгляд, это прям такой прорыв, особенно для моделирования арочного, для людей, которые любят витражи, выкладные френчи или просто витражное моделирование вот от кутикулы. Просто супер красивые, с хорошим насыщением шиммера. Вот такие цвета. Для удобства вы можете работать как палочка апельсиновая, выкладку делать при помощи апельсиновой палочки. Также можете работать кисточкой для акригеля здесь выбирайте для удобства, для комфортного в своей работе. Давай, наготовь. Такой результат у нас получился. Сейчас я подстрою немножечко свет в фокусе. Мне нравится то, что читается все-таки читается линия гипонихия, но это настолько не портит. такой эффект стеклянных ногтей. У нас нет явного супер границы. Выглядит это максимально натурально и как раз таки эта прозрачность дает красивый витражный эффект. Такой ноготок у нас получился. Достаточно быстро. Преимущество этого материала в работе то, что вы можете полностью сразу выложить и свободный край и сразу от кутикулы с одной капли получаются вообще супер бомбические классные ногти. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях. В комментариях обязательно ответим на все. Со всеми всем говорю до свидания, всем хорошего дня, спасибо большое за эфир, всем пока-пока.